Онкологический центр появится на территории бывшего химзавода. В сохранившемся пятиэтажном здании научно-технического центра предприятия общая площадью 5600 квадратных метров будет расположена поликлиника на 100 посещений в смену с диагностическим отделением и административным помещением. На сегодняшний день здесь установили новые окна, провели электромонтажные сантехнические работы, поменяли кровлю, отштукатурили стены, запетонировали полы. Активно ведутся работы и по строительству диспансера. Министр здравоохранения Ирина Гербекова убеждена, новый онкологический центр существенно расширит возможности врачей и позволит оказать более качественную помощь. Имеющийся онкодиспансер, который сейчас у нас на 85 коек работает, он у нас расположен в нетиповом здании. И поэтому, когда мы по программе «Национальный проект» хотели добавить к этому диспансеру каньоны, а там вокруг очень такой мощный жилой массив, вы знаете, самый центр города, то оказалось, что мы не можем даже разместить там оборудование для лучевой терапии, не позволяет площадь здания, месторасположение и прочее. И тогда возникла идея строительства именно онкоцентра. Общая стоимость проводимых работ составляет свыше миллиарда 600 миллионов рублей. В строящемся диспансере наряду с существующими отделениями появятся и новые. Предусмотрены хирургическое, химиотерапевтическое, гематологическое, урологическое, радиологическое, реанимационно-анестезиологическое отделение, а также операционный блок. «Самое главное, мы сделаем блок лучевой терапии, в котором будут лучевые каньоны. Это та терапия, на которую сейчас мы отправляем своих жителей в Ставрополь. Уже сейчас то, что у нас имеется в оборудовании, то, что приобреталось по модернизации, по национальному проекту здоровья, это с учетом того, что это будет адаптировано к этому лучевому каньону и что это будет единый комплекс. То есть то, что мы покупали до этого оборудования, мы уже планировали, что это будет размещено в новом центре. И поэтому все абсолютно возможности будут использованы, и жители республики получат такую полноценную объемную помощь». На сегодняшний день рабочими установлены колонны стен цокольного этажа стационара, фундамент блока лучевой терапии, произведено армирование стен и колонн цокольного этажа пищеблока. Все работы планируется завершить уже в следующем году. Шрифат Любшокова, Любек Ешеров, Вести, Карачаево, Черкесия.